Я приехал в причуду Франсуа I, Франциска I. Дело в том, что по возвращении из Италии Франсуа, этот необычный король Франции, был вдохновлен новой эстетикой, ренессансной эстетикой. Он привез с собой Леонардо да Винчи и вот эту новую форму, идея новых форм. Шамбур, который находится за спиной, один из великих королевских замков Франции, это одно из чудес ренессанса. Вы знаете, часто в исторических исследованиях очень много внимания уделяет тому, что вот его строили долго и примерно 1800 рабочих, аж 1800 рабочих, которые несли все тяготы этого существования. Многие не выжили, потому что местность была болотистая, надо было еще закатывать туда сваи забивать, чуть ли не на 10 метров. Но вы понимаете, где бы еще сейчас, в 21 веке, я бы вот так пил шампанское? Ведь не было бы такого места, если бы его не создали несколько веков назад. Вообще, феодализм – это вообще вот такой общественный строй. Потому что то, что делают сейчас при социализме, это настолько убого, настолько бездарно, уродливо, никчемно. Никто никогда не поедет это смотреть специально, вот как я сегодня на машине, слушая по дороге, я прослушал практически всю Deep Leader Mouse, значит, летучую мышь. Штрауса дирижировал Кляйбер, я ему немного помогал на переднем сиденье Карлосу Кляйберу. Я бы никогда не поехал смотреть вот эти социальные жилье сегодняшнее, или даже какие-то там, чтобы сейчас не делать, там, офисные или музейные в современном стиле одна, похожие на инкубатор, либо где-то, где сжигают тела. А эстетика той поры, той страшной антибуманной поры, она великолепна. Поэтому, ну, конечно, прогресс требует жертвы. И, конечно, хорошо бы все это вернуть. Насладительная пора была. Насладительная. Мы все еще в Шамборе, я гуляю и обнаружил удивительную вещь. И то, что вы знаете, у Шамбора, у этого дворца, непростая судьба, потому что он был заброшен, распродавался, многое менялось. Только в последнем веке его сделали, ребята, серьезный музей. Но вот этот предмет, эта дверь, она аутентичная, она эпохи Франсуара, Франциска I, и это не только об этом предмету, что более терапевт. Она там есть дверь, так сказать, воспроизведенной. Но это настоящее. И обратите внимание, даже вот эта вот кованная замочная скважина и вот этот элемент тоже в форме терапевт. Вот эта подробность изумительная, как мне кажется. И главное в этом предмете, это атмосфера. Вот это настоящий Шамбор, в котором почти пять веков. Пять веков. И какая акустика, и какая дышит. Дышит не то, что вы не слышите, потому что сегодняшний телефончик. Ветер, ветер на этих винтовых лестницах, который поднимается с этих фантастических равнин и охотничьих уводий, ветер пронизывает, теплый ветер, пронизывает это помещение и вызывает, конечно, восторг, и еще раз, только может, и восторг. Но как мне нравится эта дверь, друзья мои. И вот символ, вот это чудо-юдо-прелестное, это тоже символ Франсуа, символ Франциска. А там входят животные в шортах. Это жена животного в шортах. У них еще и проблемы с позвоночником обычно. Дегенеративный череп, проблемы с позвоночником. Эндокримная система совершенна, как правило. То есть или вычитание, или такое высложение. Тут, возле этой двери, 10 минут назад, стояло, значит, здесь жирненько-жирненько, потом очень короткие ножки в шортах, представляете, вот такое, и читало какой-то проспект. Оно еще, что я читала в очках, с какими-то линцами. Как? У меня вопрос, зачем? И в смысле зачем, так же у меня здесь. Это ладно, зачем. Зачем вообще? Вообще. Зачем? И еще нюанс. И еще, дорогие мои. Я говорю, он вернулся. Когда явление Христа тронет. Значит, и еще нюанс. Вот эти стены, которые, сейчас бы сказал советский ведущий, если эти стены помнят, да, Сару Бернар, они их не помнят, но эти стены, конечно, все отреставрированы, они очищены от плесени, они все сейчас сверкают. И мы видим практически то, что видел Франсуа, при котором, как я был, закончен весь дворец, он видел именно так, что большая часть веков потом была темная, больше другого цвета, в самом себе. А вот то, что я говорил, вот сними, пожалуйста, вот это дерьмо, сними, вот гадость. Вот, снимай гадость. Черт, это, значит, изучай, изучай. Вот такой, восточек, здесь всего много, проблемы с эндокрином, дальше, самые права для веков, вот это, как это должно выглядеть, да, а это, как для веков. То дети, то их много, то это сам. Вот, очень это все непросто. Короче говоря, я немножко, простите себя, не сегодня, всегда, как, это, зуб. Так вот, эти экспонаты, эти экспонаты, они, вот, то же самое, сейчас, просто идем, и пошли. Одинаковость абсолютная. Дальше, смотри, сюда же обратно, быстро, быстро снимайся. Видишь, вот он, причем, оно и так маленького роста, и так тощие, и оно еще как-то сутулится, оно не, я бы таким из дома посвященялся выйти, и все в шок, просто все в шок. Я переснимаю. Посмотрите, вот это тоже, это дерево, вот этому дереву, где-то 450-500 лет, это изначальное дерево, это не реставрация. Это не стоящее. Восток. Правда, сзади меня тоже дерево, еще больше. Шорты, жена. А вот еще один нюанс, именно, именно таким, так сказать, деформированным, или с искаженным, не идеальным, ровным, с пузыриками, вот так вот выглядело изначально стекло в долгие века, в веках, в очень долгие века. Какая прелесть. Как хорошо, здесь нет людей, здесь только вы. в снижке, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»